Всем привет! С вами я Катерина и сегодня видео из серии раскрашиваем вместе по иллюстрации из раскраски вокруг света на велосипеде. Помимо раскрашивания я буду также и дорисовывать необходимые мне детали. Здесь представлены все материалы, которые я использовала для этой иллюстрации. Вы можете нажать на паузу, чтобы рассмотреть все подробно с номерами карандашей и цветовыми растяжками. Эту картинку я посвятила одной из своих любимых книг, роману Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». В первую очередь я закрашиваю черную линию раскраски, обозначающую луну белой гелевой ручкой, потому что мне хочется передать эффект свечения вокруг этой самой луны. Далее начинаю рисовать главную героиню романа – Маргариту, летящую на метле на фоне луны. Сначала намечаем метлу. Затем я пытаюсь нарисовать Маргариту и хочу продемонстрировать ее эмоцию, будто она откинула голову и наслаждается полетом. Обычная шевелюра развивается от потока воздуха. В процессе работы над этой иллюстрацией Маргарита еще будет меняться много раз, потому что мне все время что-то не нравилось. Но в принципе эта первая версия была неплохая. Так как она расположена на фоне светящейся луны, нужно передать контраст силуэта, поэтому я закрашиваю фигуру черным карандашом. Я беру карандаш джиотом, так как он достаточно твердый и яркий. Черные карандаши от Лиры и Призма Колор здесь не подойдут, они слишком мягкие для таких мелких деталей. Затем начинаю раскрашивать луну. Здесь я использовала карандаши Призма Колор, поэтому буду говорить и название цвета, и номер карандаша. Итак, легкими движениями и светло-лазурно-голубым цветом, номер 904, наношу цветные пятна, имитирующие так называемые океаны и моря луны. Субтитры создавал DimaTorzok Далее беру небесно-голубой карандаш номер 1086 и использую его как блендер. В то же время оттеняю еще и другие места на луне. Для наиболее темных участков беру карандаш номер 1101, джинсово-синего цвета, и углубляю им океана на поверхности луны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Итак, всего тремя карандашами можно раскрасить поверхность луны. Помимо карандашей нужна еще белая гелевая ручка, чтобы прорисовать кратеры и блики на луне. Приступим к прорисовке свечения вокруг луны. У самого края луны оставляю белое пространство и в паре миллиметров от края начинаю наносить самый светлый оттенок, тот же небесно-голубой, что был использован ранее. Затем беру оттенок 992 Light Aqua Я бы назвала его как светлый оттенок морской волны и наношу штрихи по форме луны. И каждый раз я буду растушевывать цвет светло-небесным карандашом. Затем беру карандаш цвета морской волны номер 905 и также наношу им штрихи по форме луны. Продолжение следует... Справа у меня будет более светлое небо, будто скоро будет светать. Для этого кусочка я беру светло-зеленый оттенок номер 920 и делаю переход от нижнего светло-зеленого вверх более темным тонам. Затем беру карандаш цвета морской волны. Для этого использую павлиний синий карандаш номер 1027. А на самом верху цвет с названием Копенгаген синий номер 906. Разглаживаю цвет, используя более светлые оттенки, чем основной тон. Чем мне понравились призмы, это тем, насколько гладкий тон выходит при минимуме затраченного времени. И блендером могут служить практически любые светлые карандаши, не только белый, что также способствует его экономии. Продолжим работать над левой стороной неба. Делаю переход после морской волны к павлиньему синему цвету. Затем Копенгаген синему. Постепенно перехожу от штриховки по форме луны горизонтальной штриховки. Для левого верхнего угла использую эндотреновый синий номер 208. И в некоторых участках еще добавляю джинсовый синий. Разглаживаю переходы. Небо готово. Ко всему прочему я добавила звезд белой гелевой ручкой. Начинаю раскрашивать туман. Он будет светлым сверху и темным снизу. Использовать буду некоторые цвета неба. А также добавлю лавандовые и фиолетовые тона, чтобы создать мистический, загадочный эффект. Верхняя часть была самой светлой, окрашена небесно-голубым. Затем я наношу светлый оттенок морской волны. Далее идет светло-лазурно-голубой цвет. Затем идет имперский фиолетовый под номером 1007. Добавляю нотку лавандового. Это карандашик под номером 934. Его я добавляла не всегда, а только выборочно. Пятнами. Затем добавляю фиолетовый под номером 932. Далее я взяла ультрамарин, номер 902. И в наиболее глубоких и темных местах я использовала джинсовый синий и эндотреновый синий. Растушевываем получившийся туман. Добавим эффект прозрачности, прикрасив луну сквозь туман. Белой гелевой ручкой убираю границу раскраски для большего эффекта воздушности. Добавим блеска туману, проставив точки и звезды белой ручкой. Чтобы белые линии на лучах звезд были тоненькие, белым карандашом провожу вдоль линии, тем самым делаю ее тоньше. Таким образом я раскрасила весь туман. Внизу добавила также желтых рефлексов от будущего света трамвая. Использовала желтый канареечный оттенок номер 916. Начинаем раскрашивать скалы. Использую опять светлый лазурно-голубой. Это будет рефлекс от луны. Затем беру карандаш номер 936 серый шифер и подготавливаю им переход к самым темным цветам. Далее беру 90% холодный серый и черный для основного цвета скал. Так как они также как и Маргарита дают в основном силуэт на фоне луны. Субтитры создавал DimaTorzok Белой и черной ручкой формирую большой контраст между светом и тенью. Таким же образом раскрашиваю все скалы расположенные слева сверху. Для остальных скал использую светлый оттенок морской волны в качестве рефлекса от луны. Далее та же связка, серый шифер, черный и кое-где светло-лазурно-голубой. И белой ручкой добавляю блики, черные глубокие тени. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И наконец закончены скалы. Помимо прочего я уже успела переделать странного квадратного человечка и создала ему образ коровьего из Мастера и Маргариты, нарисовав клетчатый костюм. Для клетчатого узора брала лайнеры от Muppet, так как такие тонкие линии карандашами прорисовать очень трудно. А также раскрасила окно. Использовала опять канареечно-желтый, а также коричневые оттенки от Jota. Белой ручкой по диагонали добавила бликов на стекле. А пока, используя те же цвета, что и для скалы, раскрашиваю архитектуру. Здесь все очень просто. Передние плоскости, которые выходят на улицу, должны быть освещены луной. Их окрашиваю светлым оттенком морской волны и светло-лазурно-голубым кое-где. А те плоскости, которые находятся в тени, темными оттенками, там где окна светятся, добавляю вокруг легкий ареол желтого цвета с переходом в тень. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще я дорисовала водителя трамвая, точнее силуэт Добавил DimaTorzok 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 Для корпуса трамвая я выбрала красные оттенки. В лучах света это малиново-красный, номер 924, в тени это гранатовый, номер 195. Добавил DimaTorzok 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 Трамвай раскрашен Приступаем к декоративным заборчикам Для них используются серые и черные тона а также белая ручка Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Землю раскрашиваю теми же цветами, что небо и туман, с добавлением серых оттенков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В центре изображения будет небольшая дорисовка. Мне хотелось нарисовать тот злосчастный пидончик с маслицем, который пролила Аннушка. Только в моем сюжете на нем поскользнулся велосипед вместо берлиоза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для велосипеда я выбрала синий цвет, чтобы он не выбивался из общей цветовой гаммы. Продолжение следует... 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 Далее делаю намек на еще одного персонажа, это конечно же Волант, который по моей задумке выходит из автомобиля, и нам видна пока лишь его трость и рука в перчатке. Продолжение следует... Далее я очень долго думала, что же делать с лишней кошкой. И муж мне подсказал идею с Геллой, все-таки она ведьма, может и вампирша, но пусть еще умеет превращаться в кошку. Поэтому выходить вместе с Волантом из авто будет его рыжая служанка, фартуки и чепчики горничной. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Остается автомобиль, на который я потратила немало времени. Здесь я использовала все те же цвета, что и раньше. Рефлексы от тумана цветами тумана. Основной цвет, разумеется, черный. Для всех больших пространств я использовала черный карандаш от Лиры. И для всех блестящих поверхностей много белой гелевой ручки. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»